11 июня 2021 года и в эфире снова блог святая земля сегодня в этом выпуске дорогие друзья мы решили рассказать вам как стать израильтянином все очень просто четко и структурировано 10 простых и ясных шагов к успеху ну что начнем начнем итак первое ищите родственника еврея или принимайте иудаизм да это это так дело в том что чтобы получить гражданство в израиле согласно законам о возвращении надо иметь родственника еврея или самому являться евреем это может быть по отцовской или по материнской линии не так это в принципе важно это может быть бабушка дедушка ну или как шутили в 90 дедушка соседа ну да в принципе в 90 были готовы для любого человека который готов стать гражданином израиля и даже писать что у него может быть была бабушка рабинович или нет как бы приняли но сейчас принципе проверяют более тщательно мне кажется но в те годы еще можно было за 100 долларов просто купить документы о том что бабушка у тебя была сара абрамовна рабинович но сейчас конечно нет это невозможно документы должны быть абсолютно честными и не поддельными ну или принять иудаизм у нас это называется просто родиться здесь как я например ну а если говорить про принятие иудаизма у нас то называется принять ги-юр это просто ну в принципе для женщин принять ги-юр это очень просто правда сейчас придумали какие-то что надо какие-то курсы сдавать изучать иудаизма в его именно ортодоксальные формы но весь этот процесс это процедура завершается тем что просто не еврейка окунается в миквы и когда выходят говорят вот кошерная нас сейчас кошерная значит все правильно она еврейка и и все а для мужчин кроме того что надо сдавать экзамены еще обязательно надо принять обрезание это веселая часть особенно для мужчин во взрослом возрасте можно довольно травматично на самом деле это уже целый как бы вообще вопрос я не знаю криминалными обследованиями или даже какие-то расследования расследования психологических расстройств как бы да как бы но а нужно ли после этого вести религиозный образ жизни я думаю многие сейчас уже хотят это спросить человек может даже совсем быть потом неверующим не связан с религией но он должен пройти это и вот ортодоксальная форма но после того когда человек уже принимает иудаизм и получать гражданство уже ничего не должен доказать шаг 2 изучайте иврит а адони а это а а а а а а а и а и Ну, надо сказать, что русские мозги оказались в этом смысле очень изобретательными. Язык иврит, язык непростой. Это язык семитской группы языков, он не похож ни на один европейский язык. Соответственно, запоминать слова очень трудно, у них нет привычных нам латинских корней. И вот, соответственно, народ придумал. До свидания на иврите звучит как лейтраот. Литр водки. Который час будет машаа. Маша. Ну, есть ещё очень неприличные слова, например, отсроченный чек в банке. Простите, будет чек дохуй. Ну, а мыться в ванной, простите, будет лейтрахец. Я не выражаюсь, я просто говорю слова на иврите. Новое правительство Израиля в коалиции Беннет и Лапид именует себя правительством исцеления и обещает исцелить общество от ран, полученных в это непростое время. На иврите это словосочетание звучит как, я думаю, вы уже прочитали, мне кажется, только русский электорат до конца понимает, чем будет заниматься это правительство и какое будущее ожидает нашу страну. Я думаю, что проблема в основном была в том, что не очень хорошо умеет этот язык преподавать или преподают его, чтобы это был самый базовый, на самом низком уровне. То есть ульпан это учить всем иврит на самом базовом для выживания уровне. И поэтому в основном те, которые приезжают сюда, ну, первые несколько лет у них какие-то бывают смешные, забавные ошибки. Но худо-бедно все потом, кто не имеет каких-то особых умственных отклонений, этот язык выучит. Но другое дело, настолько его знание, настолько его инстинкт языковой будет связан с этим языком. Это уже связано с возрастом и с умением и с желанием этот язык изучать. Я знаю немало наших русских репатриантов, которые в совершенстве овладели ивритом, знают его едва ли не лучше некоторых местных отдельно взятых, прекрасно знают грамматику, говорят очень чисто, практически без акцента и великолепно работают на этом языке. Так что все, что мы говорим, это относится не ко всем, это, скажем так, относится к определенному слою людей, которые не очень-то хотят вкладываться, не очень-то стараются учить иврит и не очень-то его любят. Ну, а мы переходим к нашему третьему шагу. Осознайте свое избранничество. Вы Хайм? Да. Добро пожаловать в Хайм, добро пожаловать в Меденат Исраэль, добро пожаловать в Израиль. Вы должны выслушать Адраха, я немножко расскажу о нашей стране. Израиль – это страна еврейского народа. Еврейский народ очень много веков хотел, мечтал вернуться на своя земля. Это земля нашего народа. Здесь жили наши с вами предки, народ израильский, народы избранные. И об этом написано в Тора. Да я знаю, но я атеист. Это не важно. Это не важно. Наша страна для всех, для всех, независимо от религии, от родзанятия. Для всех. И наш народ самый умный, самый талантливый народ. У нас в Израиле передовые технологии. Нигде в мире нет таких ученых, как есть у нас в странах. У нас очень самая сильная в мире армия. У нас есть и музыка им, и политика им. И все живут здесь хорошо, счастливо, в этой большой стране для всех евреев. А я тоже рад. Я так рад здесь быть в Израиле. Мои родители так хотели. Ну вот самое главное – это действительно знание своего отличия от других людей, от других народов. Знание своего избранничества. Это очень важно для сознания израильтянина, для сознания человека, который живет в стране, куда он репатриировался. Потому что сама идея о репатриации предполагает, что существует в мире один какой-то необычный этнос, что он всегда был один, что он никогда ни с кем не смешивался. Короче, с исторической точки зрения это совсем неверно. Но вот так идет история, вот такой нарратив, как говорят. И вот ты должен чувствовать себя часть этого нарратива, этого истории. Потому что иначе тогда зачем ты тут живешь? Хотели, так мечтали. И у нас для нас и еврейство – это очень важно, да. Правда, у меня жена не еврейка. Зачем замуж не еврейка? Зачем? Ну, это не страшно. Твоя жена, может быть, станет геюр, примет геюр. Но мы атеисты. Мы просто любим Израиля, евреев, и все. Не важно, главное – это любить эта страна, любить этот народ, жить здесь, и все у вас будет хорошо. Люди себя иммигрантами не называют, те, которые переехали сюда. Они переехали сюда, потому что они считают, что они имеют на это право. Потому что они из черты оседлости, то есть те места, где жили евреи. А Израиль считается как страна для евреев из черты оседлости. И надо поэтому чувствовать свое исключительное ощущение, свою миссию, свою значимость в мире. И без этого человек просто не сможет здесь жить. Будет слишком депрессивно. Но за возвращение на свою историческую родину, то есть репатриацию, приходится платить очень дорого. Отказаться от празднования Нового года и тем более Рождества. Рождество и куличи тоже на Пасху очень важно. Новый год, в Крисмос, это не наши праздники. Это праздники других народов. В Израиле нет Нового года, нет Рождества за Гоим. Это другие, это не евреи, которые... У нас в стране, у вас есть Ханука, у вас есть Пурим, у вас есть Суккот, у вас есть Рожа Шана, наш Новый год. Еврейский Новый год, это сентябрь. У нас очень красивые праздники, красивые танцы, подарки, все. Новый год, и Крисмос, это не для нас. Это не наша традиция, это не для нас. Мы евреи, у нас наша традиция, наша вера. Так, вам надо заполнить вот тут бумажки Хаим, чтобы вы получили Адраха. Добро пожаловать в Израиль Хаим. Спасибо, спасибо. Ну и самое главное, выходной у вас теперь будет не в воскресенье, воскресенье будет обычным рабочим днем, выходной будет в субботу, то есть в шаббат. Дело в том, что очень много относятся отрицательно к празднику Нового года, который в Израильском, в Тель-Авиве, например, называют Сильвестер, то есть День Святого Сильвестера. А очень много религиозных евреев и другие, они считают, что Папа Римский Сильвестер был антисемитом. Получается, Новый год, очень много религиозных евреев, они считают, что как раз даже русскоязычные советские евреи, те, которые обращаются в религии, они считают, что это мерзкий праздник, и что не надо его отмечать, что это праздник врагов евреев. Вы учите, у евреев всегда, всегда их ненавидели, всегда хотели нас уничтожить, всегда этот враг, это были язычники, потом это были римлянные, это потом это были христиане, потом это были нацисты, и все. И это как бы, это так, и кто с этим не согласен, ему жить в Израиле будет скорбно и нелегко. Но правда, я живу хорошо. Так где же живут эти враги Израиля? Ну, конечно, Сирия, Ливан, Иран. Об этих странах даже во сне думать нельзя, чтобы там побывать, попутешествовать. Об этом прямо предупредила меня сотрудник Министерства внутренних дел, когда вручала мне израильский теуда-дзеуд, то есть израильское гражданство. Ну, а вообще-то враги живут гораздо ближе, вот они тут живут в соседних деревнях, на соседних улицах, это, собственно, арабы-палестинцы. Они все сплошь террористы, их главная цель – это уничтожение нашего еврейского народа, их главное желание – это освободить землю от нас, захватить нашу землю, которая нам принадлежит испокон веков, от наших прадцев и предков. И, конечно же, все СМИ, которые освещают арабо-израильский конфликт, они просто нагло врут, они брежут, они ненавидят израиль, они просто врут, вообще их надо всех в море покидать вместе с этими арабами-палестинцами. Нет, они просто ненавидят наш народ просто очень сильно. Ну, теперь давай о приятном, дорогой. Сочетайтесь с браком только с лицом еврейской национальности. Еврей, израилетянин, гражданин Израиля не может в бракосочетании, в официальном бракосочетании в Израиле состояться с женщиной, которая не из евреек. Почему? Потому что все, что связано с регистрацией браков, это относится к религиозным судам. Получается, если ты христианин, судам, простите, к судам. То есть, если ты католик, у католиков, православный, у православных. Если ты еврей, и тут не важно, ты атеист, ты буддист, ты кришнаит, ты что-нибудь, не важно, сатанист. Ты будешь делать хупу. Хупа – это вот такое временное, как палатка такая, где совершают еврейское бракосочетание, и ты будешь на иврите произносить определенные слова. Аши забудут тебе Иерусалима, и еще и разбивать там это. Но, тем не менее, выход, конечно, есть. Для тех, кто все-таки хочет сочетаться браком с неевреями или нееврейками, придуман уругвайский, парагвайский или чешский брак. То есть, брак, который заключается на бумаге, есть специальные адвокатские конторы, которые этим занимаются. И наше Министерство внутренних дел такие браки признает. Впрочем, не сразу. И если супруга не является гражданкой Израиля, ну или супруг, да, и на основании этого брака подают ей на гражданство, 5 лет они будут проходить мытарство, очень строгую проверку ежегодную на то, фиктивный ли это брак или нет. Так что лучше не связываться, лучше со своими и на своих. И вот оно тогда все будет очень у вас хорошо и счастливо. Следующий шаг, седьмой. Готовьте детей к армии. Ты записался в израильскую армию? Все израильские граждане, я тут не оправдываю никаких терактов, но в принципе любой гражданин Израиля, это потенциальный воин. И девочки, и мальчики, и все. И в принципе процесс формирования воина начинается еще с дошкольного возраста. Даже, то есть, ребенок должен знать, что у него есть свои праздники, что евреи всегда как бы пытались их уничтожить, что до Гитлера было евреев 17 миллионов, и сейчас в мире всего лишь 14 или 15 миллионов, что любая потеря, любой еврей, который перестает идентифицировать себя с юдаизмом, с еврейством, он как будто просто совершил самоубийство. И естественно, евреи уже с школьного возраста, большинство из них захотят быть часть этого. То есть, и тут неважно, они в религиозных школах или не в религиозных школах, питаются их на такое именно исключительное служение одному народу. Вот, и получается, что когда уже приходится к армейскому возрасту, человек абсолютно готов идти по этому направлению. И вряд ли вы найдёте израильскую девочку или израильского мальчика, которые не мечтают уже с 10-11-летнего возраста пойти в армию. Ну, что делает армия? Понимаете, Израиль – это какая цель главная, да? Израиль ведь – это страна, где евреи приехали из совершенно разных мест. Они происходят из разных семей, из разных социальных слоёв общества. И, соответственно, армия формирует гражданина и объединяет. Вот это, в общем-то, основная её цель. Потому что войну, настоящую войну ведут не эти ребята, которые просто, ну, обыкновенные, вот скажем так, рядовые солдаты. Рядовые солдаты занимаются в основном проверкой документов у арабов на чекпостах и проверкой автобусов и машин. Те, кто воюют, это кто действительно воюет, участвует в боевых операциях и гибнет. Это чаще всего, ребята, особо отобранные. Кстати, там немало русских. Вот именно дело в том, что там немало русских, и там немало эфиопов, и там немало вообще иммигрантов. Потому что изначально израильская армия была рассчитана не просто как для обороны страны, это само собой. Но обороны страны можно через профессиональных воинов и так далее. Сама идея, это чтобы слились разные иммиграционные общины в одно целое. И вот это единое целое, это и есть то, почему евреи идут в армии с 18 до 21, чтобы у них вот сразу после школы, чтобы не было самостоятельное мышление, чтобы не было так, чтобы в вузах, например, израильтяне, они такие вечные студенты, они начинают учиться довольно поздно. Опять, тоже это все из-за армии, и это необходимо для того, чтобы создать другого типа человека. И именно поэтому в наши дни те, которые из элитных домов, или которые много поколений уже живут в Израиле, хоть закон есть закон, но получается, что они не служат уже в армии, что коренные израильтяне все больше и больше не служат. Потому что им нечего доказать, они и так здесь родились. Как можно отмазаться от армии? Ну, для девочек вес должен быть менее 45 килограмм или больше, боюсь соврать, 60 с чем кажется. То есть полноватых, да, не берут. И также брак, если есть брак, ну, если девочка уже оказалась замужем, к этому времени всякое бывает, или если девочка из религиозной семьи, тогда по желанию родителей можно взять альтернативную службу для девочек. В больнице, в доме престарелых еще, а для мальчиков? Надо также объяснить, что для мусульман или христиан, то есть те, которые граждане Израиля, которые в МВД, их граф по религии это или католик, или православный, или мусульманин, их автоматически не берут в армию. То есть они могут добровольно сказать, что они хотят, и заявить об этом желании служить в израильской армии, но их также не возьмут автоматически. Автоматически берут только те, которые евреи. Мальчик может отмазаться от армии или не взять его, если он по каким-то причинам не подходит. Я из-за того, что у меня, в принципе, очень бурная юность, и, в принципе, меня вовремя, в принципе, не пригласили по бюрократическим ошибкам, которые были абсолютно ихними. Если бы я получил это в 16-17 лет, может быть, даже я бы в кайф пошел служить. Но так получилось, что я жду. Мне 16, мне 17, 18. Уже скоро 19, и ничего не отправили. Я боялся, что меня задержат, когда буду лететь за границу. Почему у тебя нету? Я пошел, разобрался, и они сказали, да, действительно, ошибка. Потом, когда увидели, что и так я уже работаю, я уже живу своей жизнью, как бы. Человек довольно самостоятельный. В школах, как бы, видно было, что я не очень люблю системы. То есть я себя не делал сумасшедшим, как будто я псих. Нет, они просто видели, ну, я не знаю, там есть какие-то тайные какие-то папки про меня в школе. Они почитали и сказали, ну, хорошо, ладно. Мы рады, что с тобой все хорошо. Ты работаешь, ты в театре еще где-то. До свидания. В общем, психбольных не берут. Вот это точно. Шаг девятый. Запаситесь терпением. Терпение на иврите савланут. Савланут – это главное слово в нашей стране. Если ты ждешь 30 минут, пока тебе ответит больничная касса или компания интернета, которая тебя обслуживает, или электрическая компания, надо иметь савланут, геверит. Терпение, терпение. Если ты вообще чем-то недоволен в этой стране, савланут – главное не быть раздраженным с утра. Главное – это савланут. Главное, как Натаняо сказал, не быть кислым, как хамуцим. Как соленые помидоры или огурцы. Так что мы не хамуцим. Мы очень довольны. Мы просто такие позитивные. Вот так хорошо. А правда, страна у нас очень хорошая. Ждем вас. И отсюда вытекает десятый шаг. И самый-самый важный. Для того, чтобы жить в этой стране, вы должны любить свой народ. Потому что у нас одна большая семья. И здесь в Израиле про вас будут знать все и все. И начиная от Домкома, он же на иврите Ваадабайт. Я думаю, что все уже понимают, местные, кто смотрят. Ну и заканчивая попутчиками в автобусе или где-нибудь в очереди. Как только видят вас, вас сразу классифицируют. Ты кто? Ты относишься к какой группе населения по стране исхода? Ну и, конечно же, по социальному статусу. Соответственно, если тебя вдруг классифицировать нельзя, что часто происходит с нашей семьей, о-о-о, большая беда. Потому что мы не входим ни в каких статистик. Наша семья-то. Потому что я сам. Иерусалимец. Доказать это не надо мне. Это мне надо доказать, когда русскоязычные израилетяне мне пишут в комментах. А когда я общаюсь со своими израилетянами, я просто говорю с ними на иврите. И все как бы все друг друга понимают. Действительно, поскольку кто хочет жить вне системы, он должен понять, как мы, поскольку мы не богатые люди, что это жертва. То есть это за счет того, что мы теряем какой-то другой вид комфорта, который у других людей есть. За счет того, что они выполняют полностью с А до Я, до З, как бы, A to Z. Все эти пункты, да? Все эти 10 заповедей, как быть израилетянином. Я это не выполняю. Но за счет этого я, в принципе, как бы, вот не хочу жаловаться, но я как бы умею другое финансовое по этому положению. Получается, можно через наличие финансов жить как хочешь. Как бы никто тебя не заставит работать ни в воскресенье, ни в пятницу, ни в субботу. Как бы если у человека есть определенный капитал, он может тогда жить не по этим правилам. Как бы у него может быть жена не еврейка, он может, как бы, то жить здесь, то жить в другом месте. И так действительно и делают. Потому что те, которые выполняют все эти пункты, это то, что по-английски называют wannabes. То есть люди, которые желают быть. Wanna be — это want to be. То есть я хочу быть этим. Эти люди хотят быть израилетянами, и они готовы для этого все делать. А те, которые уже родились, имеют больше свободы. Ну или те живут по правилам и по законам и строго по регламенту этой страны, кто просто не может позволить себе финансово быть вечным, богатым туристом в Израиле. Так что, получается, одни стремятся получить израильское гражданство, а израилетяне наоборот, особенно сейчас, это уже тема немножко другая, но также связано, они сейчас хотят получить португальское гражданство. Получается, у израилетян, у коренных, я имею в виду не русскоязычных, желание иметь и израильский паспорт, и паспорт Евросоюза. Получается, почему, если здесь все так хорошо, если Израиль — это сверхдержава нанотехнологии, помидоры, шеры и дроны, почему тогда нужно иметь еще гражданство Евросоюза? Это интересный вопрос. Я думаю, каждый из вас ответит на него сам, а мы пока скажем в заключение, что страна-то, земля, у нас действительно замечательная. И, в общем-то, жить здесь хорошо, хотя временами и трудно, и мы вам даже об этом рассказываем, но вообще-то мы не жалуемся, мы просто хотели показать вам страну, такой, как она есть, ну и дать вам 10 полезных советов о том, как стать израильтянином. Ну, а мы прощаемся с вами, надеемся на скорую встречу. До встречи!